Девушки отдыхают Дальше все зависит от устойчивости нервной системы родителя и его методов воспитания. Кто-то кричит и уводит силой, кто-то уговаривает или даже выполняет требования маленького монстра, а кто-то отворачивается и игнорирует. А каковы стратегии поведения случайных зрителей этого спектакля? Пожалуйста! Кукол, пожалуйста! Ну, пожалуйста, мам, кукол! Ну, она такая красивая! Давай, подъем, подъем, подъем! Давай, подъем, подъем, подъем! Вставай, вставай! Придется забрать, как-то не будет. Пойдем с нами! Можно мы строить? Расстаем по надо! В большинстве случаев прохожие обращаются напрямую к источнику своего раздражения. К ребенку, а не к его маме. Людям не очевидно, что помощь нужна именно ей. Метод работы с разбушевавшимся ребенком тоже прослеживается один и тот же. Конечно, это не поддержка и даже не отвлечение внимания, а запугивание. Саня, заберем сейчас девочку в семье? Дышать! Раз она ходить не может, Господи, мы, наверное, заберем сейчас в ее. Надо милицию, наверное, вызвать. Или скорую. Это ваше? Ваше? Это мое. Пенательница. Я не знаю, что делать. Ты что, развалился-то? Давай, ну-ка, вставай! Давай, вставай! Ты что, ты что-то позоришься? Может, как себя вести, не веселый? Прием действительно работает. Даже наши юные актеры расклеились. А-а-а! А-а-а! Ничего себе! Мама, актера была такая? Просто тетя. А зачем она так делала? Помочь хотела? Ну вот, кажется, мы нащупали то, что искали. У вас почему-то? Нет, нет. Нестандартный подход. Сначала разобраться в ситуации и спросить разрешения вмешаться. Жаль, таких эпизодов было всего два. Хотите помочь? Помогите. Хорошо, а ну-ка поднимайтесь. Так можно простыть, а потом заболеть. А болеть это плохо. Выходите, заболеть его. Все, встаешь? Руль, встаешь. Смотрите наши эксперименты в плейлисте NLP. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Спасибо за просмотр.